Всем доброе утро, ребятки! Мы завтракать садимся с Еленой вдвоём. Лена кушает картошку с яйцами и две редиски. У меня яйцо и два грибочка. Вот так вот такой вот завтрак. Всем доброе утро. Просыпаемся, умываемся. Лена, тебе не жарко будет в этой куфточке, нет? Так, и всё, и погнали кушаем и живём дальше. Доброе утро, ребятки! А у меня с утра, как обычно, чай и бутерброд. Что ещё надо для полного счастья? Ну, занимаюсь, ребят, и то там поубираю, то там поубираю. Короче, пылючка везде. Шторы недавно стирала. Видите, у Лены какой телевизор старинный. Это первый наш телевизор, который мы купили. Нет, это второй телевизор. Первый был маленький такой. Мы этот телевизор купили, когда Лена родилась. До сих пор никак не избавимся. А Лена привыкла к телевизору? Она, короче, засыпает под телевизор. Она без телевизора не может уснуть. У неё с детства привычка. Потому что раньше жили все в одной комнате, когда в однокомнатной квартире. Вот. О, Крюзючка. Пылючку тут нашла, видите? И она маленькая была, и ей приходилось засыпать под телевизором. И так эта привычка у неё и осталась. Представляете? Вот. Тут включен один канал какой-то. Ей не важно. Она не смотрит. Она просто вот именно слушает и засыпает. Представляете? Пока привычка. Ну, многие так. У меня папа тоже под телевизор засыпал. Всегда. Заходишь, он спит, телевизор работает. Так, пульт нашла. Он вообще упал, короче, за комод. И он весь в пылюке, грязный. Сколько он там пролежал, я не знаю. Грязнющий. Надо его, этот я пока на полу положу. Надо его как-то очистить. А он, по-моему, не работает. Он вроде не рабочий. Так. Всё, сейчас пойду дальше что-то делать. Вот так вот. Решила ещё на столе протереть. Лена вытирала недавно. Но я нашла пыль за этими приборами. Да, ноутбук протирала, потому что я и самой не разрешаю ноутбук протирать. Чтоб она не замочила его. Так, как оно было? Вот так вот было. Ноутбук сама протираю. А он, зараза, пылюку собирает. Капец. Так. Тут всё. А, вон лампа. Так мы и не купили, всё забываю. Надо ей купить такую лампу, которую вот сюда же прицепить с кнопочкой. Потому что тут вот это вот стоит вот так вот, скрученная в три погибели. лампа. Лампа. Ой, что-то какая-то бумажечка. А у Лины там цветы живут наверху. Сейчас покажу. Вон, смотрите. Видите? Вот там цветочки у неё. Она их сама поливает, сама ухаживает. Только надо почаще шторку открывать, чтобы им света побольше было. Чтобы света было больше. Так, сейчас ноутбук поставлю. Смотрите, только протёрла, уже пылючка припала. Чуть-чуть. Так, сейчас сеть включу. Вот так вот стоял, по-моему. Сейчас нарушу ей тут всё на свете. Скажи, кто у меня тут рылся? Кто рылся? Это мама. Это мама. О, а коврик. А коврик запыленный. Ребята. Можно протереть его. Та-та-та-та-та-та. О, как новенький. Волосы, волосы животных. Всё в волосах. Это капец просто. Так, эту за одну. Ой. И мышь протереть. Так, как он тут лежал? Чтоб не нарушить. Всё. Конец. Хватит. а полочки а полочки ребята, на полочках же тоже надо но я, конечно, не буду все это самое убирать с полочек так по краешку по краешку так, это что у нее ювелирная полка сидоранты стоят тумбочка шикается ой, стоять боже ходуном пользу так, карандаши карандаши малыши карандаши так чуть-чуть протру ух сыр тяжелая деньги копейки ой можно закрыть копеечки с краешку, короче а мы как, да? хватит а нашла нашла понючечку да, куда надо становиться таратарататай таратай-ра таратай-ра таратай-рай стоять таратай 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 все все, ребята достаточно и так хорошо тадам, ребятки у нас обед тадам, все обедаем суп грибной у нас с Леной диетический отец 2 яйца и 3 бризольки здесь у нас всяко-разно колбаска, еще картошка сыр, мы с Леной напополам по яйцу съедим, одно напополам хлеб и кабачковая икра чай все, такой у нас обед, всем приятного аппетита Елеша, вперед что, ребятки, ужин я почти приготовила, значит, Сергею 2 вот такие вот огромные большие куриные ножички подливчик вот делаю они будут тушиться в подливе это Сергею вот эти вот рис всем и мы с Леной отварную курицу решили кушать, как раз бульон есть и курица, она даже развалилась вообще от косточки даже отделилась мяско просто отварная курица, Сергею я их поджарила а потом водички долила, короче тут приправок разных всяко-разно лука вот, открыла шаповаловскую заправку, вот такая вот, короче лук и морковь очень прикольная, пахнет ароматно вот, и что-то здесь еще добавлено, мне кажется что-то еще здесь есть, но я не разобрала вот ее добавила и получается вот такая подливочка очень вкусная все, сейчас крышкой накрою и пускай они тушатся то есть, поняли, они сначала пожаренные вот, а потом дальше тушу их до готовности и рис, мы 100 лет давным-давно не ели риса, ребят смотрите, какой прекрасный рис вкусняшка, прямо слюни потекли вообще накапало на плиту сейчас вытру вот такой вот у Лены ужин рис, подливка и просто отварная курица просто-просто курица ням-нямушка очень даже симпатично и аппетитно ребятки, мой ужин вот, в принципе, то же самое, что у Лены рис, кстати, давным-давно не ела рис я вообще с детства рис не люблю и ем его редко-редко а сейчас у Лены, Лена не доела одну ножку я у нее это в сарелке попробовала слушайте, вкусно, что я не ем рис но вот так вот простой рис я не буду есть это либо плов, хотя я плов не очень люблю вот, либо вот так вот с подливочкой какой-то такой рис то получается вкусно а если вообще вкусная подливочка то вообще просто так курицу я буду подсаливать ну, она в соленой воде вареная но все равно я ее подсаливаю ммм, сочная я что думала, запечь курицу а потом думаю, блин, сварю как раз бульончик будет ммм вкусно ребята, что у вас на ужин сегодня? рассказывайте о, ласатун пришел на тебе маленький, маленький сейчас еще дам а тут пишет, что я тебе жадничаю ласа ой, оно горяченькое, да? кисти подуть надо а я вчера до ночи сидела с этими ну, с комментариями хоть почитала так, все а что она не ест? ест, да? почитала комментарии, ребята, спасибо всем так много комментариев я очень благодарна все читаю, ребята видите, да? бывает, не всегда отвечаю вернее, я редко отвечаю вот так вот правильнее будет сказать вот, но я ставлю сердечки если ваш комментарий прочитала ставлю сердечки ну, и каким-то какашным комментариям я не ставлю сердечки блин, надо досолить несоленое вот и это самое хочу сказать тех, кого я разблокировала ребята это не значит что вас разблокировали и можно писать какашки какашки в каком плане? ну, вы поняли какашки, да? как они говорят что это критика? я вам скажу критика и хамство это ну, разные вещи можно написать по одному такой семьюля там, вот так вот не делает там, допустим ну, там некрасиво там, или еще ну, к примеру, да? вот а можно написать совершенно по-другому сами понимаете как, да? что считается хамством вот ну, смотрите между критикой и хамством 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 есть тонкая грань вот ее нужно соблюдать если вы хотите быть на нашем канале это не означает что вас разблокировали и вы будете хамить нет за хамство у нас банк как был так и есть вот кто не хочет соблюдать и быть нормальным человеком как хотите что ты? косточку тебе нельзя Ласса здрасте ребята погода шикарная 1 мая казалось бы, да? шашлык машлык то-се почему мы не поехали на дачу? вчера Сергей гулял с Соней и встретил хозяйку собачку собачка Алиса Соня она подружка на улице с которой она гуляет встретил хозяйку и она сказала что на 1 мая закрывают на дачу нельзя приезжает какая-то то ли Николаева служба или комиссия какая-то не знаю вот и строго-настрого не будут пускать поэтому мы не стали сегодня ехать даже пытаться и что интересно Сергей с Леной ой какой вкусный рис ребята особенно если подсолить я вообще много соли ем я знаю что это вредно мне нельзя вообще но вот подсолила и прям совсем другое дело другое дело вообще класс на вот и что интересно не знаю что они там снимали вам рассказывали нет на пляж не пустили их нельзя заходить вот а дальше ну вот пляжа да где никто не наблюдает никто не следит народу Сергей сказал валом шашлык машлык и звали и к столу и налить хотели и короче у него же так что люди отдыхают нипочем им карантин и так далее ну простите не буду звонить позвонила дома они занимаются ремонтом они же квартиру взяли естественно нужно сделать ремонт нет там кстати она мне фотки я квартиру не видела они когда в марте 9 марта или 12 марта они взяли квартиру я еще не видела они была с этим карантином и вот она мне фотки кидала на вайбер прикольно хорошая квартира там просто они делают перепланировку там получается маленькая кухня ну в принципе квартира которая у них до этого была получается они жили в квартире ну вот Витя мамин да новый супруг муж супруг вот это квартира его детей они временно там жили и взяли точно такую же прям в этом же дворе это ну высотные большие дома сколько там этажей то ли 16 то ли сколько вот и прям такая же планировка все ну почти такая там получается в отличие от той кухня еще меньше вообще кухня маленькая но за счет этого смежный туалет ванна у них за счет этого туалет ванна чуть-чуть больше вот и они что делают а на кухне получается а балкон вообще длинный ну одна комната комната и кухня да балкон длинный то есть вообще два выхода из комнаты и из кухни длинный как лоджия или как называть короче длинный балкон вот но там чуть-чуть перелопилонировка уже сделана та балконная дверь которая зале в основной в этой в одной комнате там уже все перекрыто там нет балконной двери уже там зашито и так далее то есть с кухни выход на балкон они убрали эту балконную дверь и выбивают окно оставляя вот этот где подоконник это будет типа такая знаете как барная стойка представьте да то есть окна не будет только подоконник остается ну они его там обошьют там чем-то накроют там столешней скорее всего они ее да должна им прийти столешняя они заказали вот а на балконе там они уже поставили этот раковину там ну посуду будет мыть раковина и плита там электрическая там такой балкон что влезло как раз плита раковина сверху я так понимаю они паскода кухня у них сейчас кухни нет у них просто ну судя по фоткам стол стоит и на нем посуда значит как это при переезде наверное там на балконе повешают шкафчик наверное для посуды то есть да представили плита раковина это барная стойка места окна да проход балкона двери нет и дальше уже будет кухня кухонный гарнитур холодиль все дела вот ванна там прикольная все в плиточке ну правда смежная а у нас во всех квартирах однокомнатных смежная туалет ванна ну у нас которые мы до этой квартиры жили в однокомнатной сейчас прожью у нас вообще смежный был но мой папа еще когда жив бабушка бабушка в этой квартире жила налаз он там была кладовка как раз за ванной шла следующее помещение и он кладовку переделал под туалет поэтому у нас однокомнатная была разделенная вот вообще конечно квартиры разные бывают есть маленькие кухни есть большие ну конечно неудобно хотя что им маленькая кухня они же вдвоем главное чтобы зал был большой потому что у них часто гости собираются а кухня такое это ладно еще когда большая семья там много детей неудобно конечно на маленькой кухне а у меня еще кусочек курочки класс а на тебе вот а вдвоем что там надо господи на кисечка ой ребята я пока с вами поболтала уже и короче покушала так классно да представьте я бы одна в тишине сидела чапкала колупала а тут а так вместе я не заметила я поела вообще с таким аппетитом уже наелась уже все как будто камень желудок упал вообще надо советовать останавливаться когда чувствуешь что короче насытился типа соседу отдавай отдай врагу вот нет я доедаю ну привычка но я меньше себе на это накладываю еды чем раньше накладывала не знаю на сколько меня хватит очень хочется и тогда да вот это вот я еле эти бризоли были жарены я же их обожаю я чуть с ума не сошла слава богу что Сергей сегодня их доел потому что это просто не знаю издевательство ребята а рис вкусный а напишите мне рис считается калорийным он полезный или вредный или лучше гречку есть на диете хотя знаете правильно мне пишут Юля можно все просто в маленьких количествах не корытами маленькими порциями и так далее так все ребята спасибо я поела я ребятки засиделся до пол второго за видосом вот сейчас суженую и ложусь спать курочка здесь у меня рис кабачковая икра и чай и ложусь спать не сразу конечно посмотрю фильм и где-то под утро я усну ну такая жизнь сам себе такую выбрал поэтому она мне нравится на этом ребятки я с вами прощаюсь спокойной вам ночи всего доброго подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пока пока всем счастливо все ребятки я отца накормила время 2 часа ночи я наконец-то ложусь спать а посуду я завтра помою всю посуду помою завтра все постельку стелим Сонечка ты рядышком она рядом со мной на полу у нее место тут рядом со мной и она на полу спит мама на кровать не берет нынче да шабачку мамину все ребятки всем пока-пока пишите комментарии ставьте лайки да тихо ты ночь и подписывайтесь на канал все пока-пока до завтра пока-пока пока-пока